Привет мальчики, привет девочки, а также их родители, дедушки и бабушки. Сегодня в обзоре пневматическая винтовка номер 5855. Прототипом данной винтовки является страйкбольное оружие. Как видим, упаковочка у нас довольно приятно смотрится, цвета хорошо подобраны. С обратной стороны у нас тут ничего не написано. Здесь тоже так ничего, только с этой стороны у нас есть, как собрать данное оружие, куда засыпать пульки и как заряжать и стрелять из данной винтовки. Сейчас откроем, посмотрим как она выглядит и конечно будем из нее стрелять. Так, вот так выглядит данная винтовка. Пластик такой черный, слегка матовый. Идет прицел в комплекте. Пульки забыли положить. Ну, такое бывает. Собирать данную винтовку не нужно, столько нужно один прицел. Вытянуть заглушку. Прицел у нас светится, все нормально. Батарейки не забыли поставить. Довольно интересная винтовочка. Такая удобная рукоять. Пластик такой плотный. Даже можно подумать, что она металлическая. Заряжается у нас она здесь. И пульки засыпаются у нас вот окошечко. Заряжаем, стреляем. Ну, проверить нам достаточно. Четыре пульки. И, как всегда, мы стреляем в коробку из-под обуви. Она из плотного картона. Поэтому я проверяю на ней убойную силу пневматического оружия детского. Итак. Даже мы включим лазерный прицел. И будем целиться в эту часть верхней коробки. Заряжаем. За щелчка. Прицеливаемся. И стреляем. Хороший выстрел, но не пробило. Еще раз. О! Раз, два, три, один, четвертая. Видно сразу, первый выстрел был с двумя пульками. Я заряжал четыре. Как видим, убойная сила приличная в данной винтовке. И смотрим. Вот это место, куда я стрелял. Первый выстрел. Серьезная вмятина. Второй, третий. Прошли насквозь. Так что убойная сила приличная у этого оружия. Поэтому при игре и стрельбе с данным оружием, с данной винтовочкой, не наводите на людей и животных. Если вы случайно выстрелите, нанесете травму с близкого расстояния. Кому интересно, заходите на мой канал. Смотрите другие видео об игрушках. Если нравится, ставим лайки. Не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok